Давно хотел разобрать вот этот текст Андрея Курпатова, судя по всему, психолога, автора книги «Быть эгоистом. Универсальное правило», в котором Андрей Курпатов, как я понимаю, прям квитанцию выписывает о том, что он нелюбим, его не любят никто. Давайте почитаем этот опус, эту портяночку и сразу расставим акценты. То есть, человека видно по его тексту, сразу видны все страхи, все проблемы из детства, которые форматируют. Самое интересное, когда эти люди, реально обделенные в жизни, начинают агрессивно проповедовать свой образ жизни, как будто самый правильный, и всех равнять по себе. «Умеем ли мы любить?» – пишет Андрей Курпатов. Любовь – самое эгоистичное чувство. Да ладно, вот это для меня открытие. Ну, то есть, получается, недолюбленный Андрей Курпатов с детства берет и распространяет это на всех. Как достичь понимания с партнером? Открывок из книги «Быть эгоистом. Универсальное правило». В детстве нас с вами недолюбили. Вот что я вам скажу. Ну, это факт биографии Андрея Курпатова. В детстве у нас сформировалось это ужасное чувство. И с детства мы принесли с собой во взрослую жизнь. Это ощущение меня не любят. Я могу посочувствовать Андрею Курпатову, например, потому что меня всегда любили. И поэтому вот эти комплексы у меня отсутствуют вообще напрочь. Ну, я смотрю в зеркало и понимаю, ну, как можно меня не любить? Поэтому чувства, что меня не любят, у меня нет в принципе. Сколько сил в своем младенчестве, детстве, отрочестве мы потратили на то, чтобы переменить эту ситуацию? Сколько мы старались, чтобы угодить, только бы угодить взрослым, только бы почувствовать их доброту и расположенность. А те были заняты процессом нашего воспитания, потому совершенно игнорировали чувственную составляющую. И вот выросли, отчаянно стремимся быть хорошими, даже идеальными, такими, каких нельзя не полюбить. И, как нам кажется, мы не имеем права на ошибку. Ну, кто же, скажите на милость, не ошибается? Как жить человеку, который не может не ошибаться, а права на ошибку не имеем? Блин, сколько комплексов у Андрея Курпатова, мне его даже жалко. Да никогда я не парился тем, чтобы быть хорошим, быть идеальным. Я вот такой, как я есть, нравится, не нравится, ну как бы да, но нет. Ну, то есть, меня эти проблемы на самом деле никогда. Да, мне хотелось там любви, я хотел там соблазнять красивых женщин там, да, по молодости. Но чтобы я был недолюбленный, да боже мой, когда такое было? Меня любили всегда, причем женщины такого уровня, такого порядка, что я до сих пор, у меня дух захватывает, какой я офигенный. А Курпатов получается не офигенный. Но мне только хочется его пожалеть. Мы оказались на крючке собственной любви. Брехня, ты оказался, дорогой друг, на крючке собственной закомплексованности и недолюбленности в детстве. Я понимаю, что меня любили, а кого-то могли и не любить. Это могло наложить отпечаток. Мне жаль, я даже готов чем-то помочь. Но так, чтобы это касалось всех, извините меня. Впрочем, сам этот факт доказывает, что потребность любви сильнейшая из наших биологических потребностей. Оба-на, перешли на биологию, на животный уровень. Сейчас будем рассказывать про гормоны. Мы хотим любить беспрепятственно и без ограничений. Но мы реализуем весьма странные стратегии, пытаясь эту потребность удовлетворить. Мы врем, причем и самим себе и окружающим. Всякий раз, когда мы оказываемся припертыми к стенке, из наших уст льется логичная, обстоятельная и убедительная аргументация в пользу нашей собственной позиции. Также звучат неоспоримые, веские, абсолютные доказательства ошибочности взглядов партнера. Мы всегда можем найти объяснение тому, почему мы кого-то подвели, не успели, не смогли. Но ушел в сторону. Если тебя любят, тебе хочется, чтобы тебя любили, во-первых, целиком, то есть за все, что ты делаешь и что собой представляешь. А во-вторых, только тебя. Любовь – чувство эгоистическое. Какая трындящая неправда. Бывали приступы ревности, когда, например, женщины, которых я любил, говорили, Дима, извини, но все, дальше мы с тобой не движемся. Да, были приступы ревности. Да, когда я иногда видел или слышал, что без меня что-то срастается. Ну, было неприятно, больно. Это называется состояние разбитое сердце. И что я, вот мне 53 года. И что я все 53 года прожил в состоянии разбитое сердце? Да хренушки. Меня любили так, что я, ну, один раз я, да, отходил от разбитого сердца несколько лет. Но это в корне не поменяло моей жизни. То есть я и так знаю, что я офигенный. И комплекса на этот счет никогда у меня не было. Ну, да, не получилось с конкретным человеком. Ну, бывает. И что? Теперь сесть и плакать. Мы оцениваем себя, мягко говоря, неадекватно. В отношении других людей мы, напротив, выступаем в роли строгих и справедливых судей. У нас в голове все четко. Я прав, они не правы. Ну, в данном случае я говорю, что я, да, офигенный. А Курпатов, поскольку у него куча комплексов из детства, чувствует себя неофигенным. Я, в принципе, как психолог и психотерапевт могу ему посоветовать эту штуку исправить. Там корректировка в 21 день. Там на самом деле никаких проблем. Так, чтобы ты был не получающий, а отдающий. То есть Курпатова слишком мало, чтобы что-то дать. А меня слишком много. Я вообще, да, да пофиг, как ко мне относятся. И Курпатова надо просто вывести из этого состояния жертвы, да, из которой он начинает проповедовать. Так что политика двойных стандартов наше коронное средство. Секундочку. Политика двойных стандартов – это коронное средство людей, которые в себе не уверены, которых мучают комплексы и у которых не хватает внутреннего ресурса и внутренней опоры, чтобы давать. Они только настроены на получать. Отсюда и не надо рассказывать это про всех. Однако это не может привести к любви и вызывает лишь обратный результат. Ну, понятно, не надо стучаться в закрытую дверь, но это вопрос последовательности действий. Самое главное внутреннее состояние. Если ты считаешь, что ты офигенный, ну, значит, у тебя ты получил любви достаточно. А если тебя не любили с детства, ну, это серьезная проблема. И с этим надо заниматься. Это к психотерапевту бегом. Те другие, чьи любви и чего понимания, мы так патологически жаждем, разумеется, находятся в аналогичной ситуации. То есть, считают виноватыми нас, а не себя. Более того, они, может, и убытки какие-то понесли по нашей неосторожности. Что же получается в результате этих наших бесплодных попыток по самоамнистии и самореабилитации? Все мы хотим и ждем, чтобы о нас кто-то позаботился, согласить, это все вполне естественно, чего лукавить. Ну, вот такая ситуация получается. Все ходят и мечтают, что о них другие будут думать. Подчеркиваю, все. А в результате никто ничего не делает. И все страдают. Хорошо устроились, нечего сказать. И текст плохой, и написано плохо. И поток мыслей достаточно из неправильной точки, как источника. В подобных ситуациях мы не утруждаем себя анализом своего опыта и своих поступков. Мы слушаем свой страх, который у нас один. Что нас не любят, что никто нас не понимает. Да нет тут такого страха. Я офигенный. Меня все любят. Кто-то мне завидует. Кто-то меня хейтерит. Это тоже признак того, что это я любимый являюсь основной темой. Откуда может быть такая ущербная позиция, что меня не любят? Я не понимаю. И вот мы снова одиноки. Ну, я поздравляю. Вы одиноки. А мы-то тут при чем? Снова несчастны. Причем по несправедливости. Иными словами, мы делали все от себя зависящее, чтобы добиться к себе расположения других людей или, по крайней мере, не допустить их разочарования в нас. А на деле вышло, что мы заставили их испытывать по отношению к нашей персоне самое, что ни на есть, негативное чувство. Почему? Потому что мы послушали своего страха и побоялись допустить возможность собственной ошибки. Конечно, лень собой заниматься. Это я понимаю. Трудно встать одним прекрасным утром и сказать себе, а с сегодняшнего дня ты, дорогуша, собираешься силами и строишь свою жизнь, потому что любовь – это то, чего ты достоин, но без чего тебе никак не обойтись. Но если этого не сделать, на что можно рассчитывать? Да, о себе нужно думать, заботиться, о себе нужно помогать. Все это нужно, но главное знать, как. Нужно потому, что каждый хочет, чтобы рядом с ним был сильный, ухоженный и надежный человек. Какой-то такой глянцевый канцелярский стиль, не по-человечески. Человек пишет, да, какие-то потоки сознания, какие-то комплексы. Блин, мне даже читать это как-то, ну, ну, такое чувство, что я из бочки меда пытаюсь заглянуть в бочку с дегтя. Следователи, и нас хотят видеть такими, а потому мы должны хорошенько подумать о себе, подумать над такими желанными, как такими желанными стать. Иными словами, мы должны думать о себе, если мы действительно думаем о других, то есть о наших родных и близких, о тех, кто нам дорог. Ну, логическое построение достаточно ущербное. Ну, если долго думать о себе, это значит, что чего-то не хватает, да? А если ты знаешь, что ты офигенен, то что тут думать о себе? У тебя и так все в порядке. Ты можешь зайти в любую компанию, ты в любом женском коллективе, там, мужском, ты чувствуешь себя как рыба в воде, ты офигенен. Что тут думать о себе? Не надо зацикливаться на себе. Ты можешь не брить, ты можешь быть неумытым, да пофиг, ты все равно офигенен. А если, конечно, ты офигенен, тут такое дело, ну, для того жизни дается, чтобы именно эту ролевую установку в себе отрабатывать. А если ты недолюбленный с детства, если тебе там вечно чего-то не хватает, и ты ничего не можешь дать, ну, конечно, ты не будешь офигенный. Но это не приговор. Из этого состояния вполне можно выйти. Вот почему речь идет не об эгоизме, а об альтруизме. Ведь альтруизм человека не в том, чтобы зарезать себя на жертвенном алтаре несчастья других людей, а в том, чтобы уметь быть счастливым и дарить счастье окружающим. Отрывок из книги «Быть эгоистом. Универсальное правило». Книжка плохая. Автор – плохой писатель. Стиль вообще нечеловеческий. Какой-то он такой, знаешь, ну, человек одинокий, недолюбленный, холодный. Здесь нет тепла. Вот здесь нету такого, знаете, вот энергетики хорошей, позитивной. Тепла нет. Это все холодно, рассудочно. Сердце нахрен выключено. Да я же понимаю, почему тебя не любят. Да потому, что ты холодный, как я не знаю, как батарея до включения отопления. Я даже не знаю, что тут комментируют. Я понимаю, что Андрей Курпатов любить не умеет, но умеет писать книжки о том, как не любить. А что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, это достаточно печальная книжка. И автор печальный, и кружок общения этого автора тоже достаточно печальный.